здравствуйте дорогие друзья в эфире снова программа по левому краю чуть чуть под задержались мы в эфире отсутствовали не было поэтому новости накопились но тем не менее будем обсуждать либо самые свежие либо те которые долгоиграющие и пошли в развитие ну и естественно самая долгоиграющая и пошедшая в развитие это выдвижение ксении анатольевны собчак кандидатом но еще не в движении но заявка на победу да хочет быть кандидатом в президенты заявила ксения и пошла сразу волна вторая волна откатная волна отраженная волна уже столько этих волн что все наверное мы зацепить не успеем но тем не менее тему пропустить нельзя тем более что многие из вас они спрашивают кто-то уже ввязался в спор проект кремля это или не проект кремля кто-то доказывает что нет кто-то доказывает что да сама ксения естественно отрицает хотя при этом тут же буквально за день до или за два до ее выдвижения просочилась информация что она побывала таки на встрече с владимир владимировичем правда по работе исключительно деловая была встреча но тем не менее кто и что там обсуждал мы можем знать только в пересказе отдельно взятых лиц они нам рассказывают либо так либо и так ну правда все равно никто не знает кроме них тем не менее что касается проект кремля или не проект давайте не будем спорить в данной ситуации в одной из прошлых передач буквально недавно то ли прошлое то ли позапрошлое я вспоминал недавний сериал первого канала спящий и говорил что это пропагандистская такая хорошая такая бомбежная пропагандистская вещь и особо ее смотреть не стоит забыли не стоит давайте ее посмотрим почему объясняю не снимаю абсолютно что эта пропагандистская вещь жесткая такая целенаправленная вбивающая вот такие гвозди в своих оппонентов но как правильно заметил один из наших зрителей показательно что во первых эта вещь скорее всего снятая по заказу так называемых силов силовиков до той башни кремля которая относится к силовикам и поэтому вбивает гвозди вот эти вот как я сказал трехдюймовые в крышку гроба либералов вбивает качественно красиво причем в таком экшене не давая перевести дыхание собственно говоря чтобы зритель вот в напряге просмотрел сколько там я не помню 4 серии леску или 8 8 наверное да просмотрели в напряге чтобы это все почему я говорю что надо обратить внимание во первых как правильно заметили кто-то из зрителей заметил что это действительно силовики топят своих оппонентов перед выборами но многие вещи которые там показаны интересно в плане технологий да и в том числе вот к вопросу возвращаясь чего я начал кремлевская линициатива или не кремлевская выдвижение ксения анатольевна в этом сериале показано как если ничего не путаю замминистра один там из героев не главных героев но тем не менее фигурирующих фильм используется темными силами и опять же в темную то есть он не прямой агент ему не дают прямых указаний но встречаясь с ним ведут необходимые разговоры и подталкивают его в нужную сторону для необходимых решений которые были запланированы скажем так в темных кабинетах здесь я думаю можно предположить такую же схему не обязательно что вот поступила четкая команда выдвигайся иначе все ни в коем случае скорее всего через хороших общих добрых друзей знакомых и так далее подтолкнули к этой идее при этом когда была сделана заявка первая пробная заявка кивнули что да знаешь мешать наверное не будем ну мы же тебя давно знаем ты уважаемый человек фамилия у тебя такая хорошая вот поэтому мешать не будем собственно соответственно состоялось выдвижение другой вопрос который также активно обсуждается и тоже многие из вас спрашивали а что ж так сразу команда-то у ксении анатольевны разбухла туда понабежали такие люди ну правда с хорошим таким багажом в кавычках в кавычках да из прошлого там основатель компания нтв когда она строилась на деньги гусинского там он же один из вождей предвыборного штаба ельцина в 96 году да мы помним голосуй сердцем или проиграешь ну вот это вот вот все это и вся эта команда побежала записываться в штаб ксении анатольевны правда как сейчас уже поступил информация некоторые стали оттуда убегать так вот как они записывались и как они стали сейчас некоторые отыгрывать обратно говорит только об одном ребятки шли зарабатывать бабло это старая хорошая либеральная тема выборы неважно на победу из них в принципе никогда никто особо и работать не хочет но вот это вот попилить бабло это излюбленная игра либералов понабежать рассчитывая что там уже сверстан или по крайней мере подтягивается хороший бюджет там будут такие спонсоры такое имя да тем более вроде как кремль кивнул да не может быть чтобы там не было бабла ребята поднабежали а вот сейчас уже один там из видных политтехнологов сказал что его люди вынуждены были ездить там в какую-то командировку по поручению ксении собчак и платили за билеты представляете из своего кармана и все этот человек сказал нет мы уходим на таких условиях мы работать не будем понятно ребята шли не тратить ребята шли зарабатывать в мою журналистскую бытность помню был такой интересный опыт когда я работая в одной из городских таких больших городских газет естественно официально независимых но техними тем не менее финансируемых одной из каких-то структур я даже уж не помню тем не менее там журналистский коллектив был разный и когда мои братья журналисты узнали что я выдвигаюсь от коммунистов во первых сначала был легкий шок потом этот шок прошел и один из молодых коллег журналистов приходит ко мне и говорит слушай а я вот тут как раз недавно уже к концу выборной кампании приходит и говорит слушай а я вот тут как раз работал на одних выборах на спс вот ты-то как подзаработал на этих выборах я групп позволь как я мог подзаработать если я собственно говоря выдвигался от рабочей от рк рп от рабочей коммунистической партии соответственно не то что как бы не заработал я говорю я подписные листы там печатал на свои деньги потому что на тот момент даже даже ничего не могли выделить подписные листы и чтобы регистрироваться потом я печатал потратил там условно говоря полторы тысячи своих рублей у человека были вот такие глаза он говорит как так я когда работал в штабе спс до туда деньги чемоданами приносили мы так классно поработали мы этот чемодан говорит половину сразу вот так вот по диагонали отсчитываем и распихиваем по карману вторую половину уже начинаем осваивать как положено вроде как на листовке на текстовке на газеты и так далее то есть вся эта либеральная публика поднабежала подзаработать поэтому пусть вас не смущает сейчас если финансирование будет они будут активно грыз это кто-то как кого-то как кушонок будет выкидывать из гнезда потому что ну понятно выкинешь соседа заберешь его долю это нормальная либеральная тема они по-другому не могут они по-другому не умеют собственно говоря для этого они и поднабежали я думаю и сама-то эта кандидатка тоже пытается эту славу приобрести чтобы ее потом капитализировать как уже целый ряд деятелей в том числе и братьев буржуазных там из ее клана под это посмеялись что дескать потом на корпоративах можно будет заряжать больший ценник потому что вести свадьбу например будет не кто-то а бывшая кандидат в президенты россии это что касается выдвижения ксении анатольевны но пока мы вот собственно говоря не выходил не выходила наш программ в эфир и пока я эту новость держал появилась уже еще желающая тоже журналистка госпожа гордон тоже фамилия такая ух на слуху и то же якобы хочет выдвигаться сейчас будут эти желающие расцветать буйным цветом я думаю их будет все больше и больше тем более что буквально опять же тут на днях владимир владимирович сказал думаю вообще за то чтобы как бы была большая конкуренция на выборах поэтому кандидатов сейчас будет пруд пруди и забавно что те кандидаты которые считали что они профессиональные кандидаты что это исключительно их должностные обязанности и приработок задергались когда только ксения заявила то есть тот же владимир вольфович и геннадий андреевич начали шуметь топать ногами ах как так зачем же превращать выборы в комедию фарс там в трагикомедию почему это превращается в шоу а то то вы ребята были самые настоящие кандидаты в президенты да вы реально хотели победить не смешите народ вот собственно говоря у вас действительно появился конкурент на этом поприще который будет точно так же шуметь топать ногами но при этом еще честно заявлять нет ни в коем случае не иду на победу нет у меня нет никакой политической программы вот так вот заставлю вернуть украденное потрясать не будет она просто будет делать шоу что собственно говоря вы делали до этого но только придавая этому какую-то такую значимость пытаясь раздуть щеки и прикидываться что вы действительно серьезные кандидаты и это есть наш последний решительный каждый последний выборы каждый был решительный бой и ни разу ни разу после этого в этот бой не подняли не продолжили тихо мирно сходили на банкет в кремль и успокоились поэтому наверное даже даже посмотреть на эту реакцию уже уже интересно но в этом плане возвращаясь опять же к нашей идее которую я уже озвучивал которую озвучили сначала наши товарищи в питере потом поддержал центральный комитет рк рп выдвинуть кандидата от рабочих с которой инициативой выступил рот фронт вот на волне вот этой вот вроде как игры в демократию игры во множество буйных цветов пусть расцветает и пусть будет множество кандидатов пусть будет конкуренция наш кандидат получает пусть небольшой но все-таки шанс проскочить именно поскольку власть решила вместе со своими марионетками поиграть вот в этот спектакль демократичности такие случаи уже бывали я уже об этом рассказывал собственно говоря вот на этой игре в демократичность можно проскочить понятно что наш кандидат не будет рассказывать о том что он победит на выборах и сразу вернет вам советскую власть нет но показать что альтернатива есть что надо ей поинтересоваться чтобы тот избиратель который никогда не слышал о том что есть есть силы которые этот спектакль используют исключительно для того чтобы обозначить и показать другой мир возможен для этого эту возможность надо использовать собственно говоря к чему вас и призываю выходите помогайте присоединяйтесь может быть критикуйте но если что называется с дружбой с любовью и так далее еще одна тема которую попросили нас затронуть но тем не менее я бы вот ее особо даже не трогал по поводу вот всех этих как бы сказать вояжей да меня уже спрашивали буду ли я освещать не буду в город к нам на неве приезжал сергей удальцов буквально тут на днях выступал в штабе как раз рк рп встречался с левыми активистами города изначально это планировалось вроде как встреча только с левым фронтом но переросло в такую большую встречу старых друзей по левому движению которые давно не видели сергея и хотели на задавать много вопросов сразу же скажу не хочу вообще критиковать оценивать и так далее есть инициатива народ интересуется наверное даже это неплохо что кто-то возможно сейчас поднимется хотя считал что уже надо сидеть на попе ровно а вот эта инициатива может быть его поднимет пусть пусть хорошо пусть хоть такой позитивный вклад будет но в целом у меня лично от этой встречи осталось ощущение такого вот радужного сбора оля new васюки то есть приехал московский гости наобещал кучу всего да у нас будет вот это да мы вот будем расширяться да вот вот этот а потом перейдем к международному шахматному турниру межгалактическому и так далее ну пока пока все это слова будем смотреть на дела что и сделал меня реально расстроило это то что команда вот приехавшая здесь якобы восстанавливать левый фронт из москвы в этой команде оказался как ни странно почему-то член совета при президенте если ничего не путаю там по гражданскому обществу или по правам человека как-то так он называется и буквально вот тут же на днях заседали и вы видели этого человека на этом заседании вместе с президентом а именно журналист максим шевченко он был представлен как один из основателей левого фронта и более того уже успел тоже тоже сделать легкую заявочку на то чтобы он как раз был единым кандидатом от левых сил на грядущих президентских выборах вот это меня честно говорю насторожило и расстроило я не ожидал такого подарка от сергея удальцова который привез нам этого гостя из москвы который ранее в левом движении сразу скажу замечен особо не был более того выступал всегда явно скажем таких народно-патриотических как это модно до позиций какое отношение он имеет к левому фронту не знаю но при этом на той же пресс-конференции которая здесь состоялась шевченко заявил что да ну я не буду дословно я уж не помню да если кто-то меня поймает что я немножко не так тракту его слова еще раз говорю как я понял эти слова звучало приблизительно следующее я не против президента сказал шевченко вообще владимир владимирович великий и могучий и замечательный человек но вот это вот там либеральная тусовка в правительстве и вокруг и вообще наверху во власти и так далее она-то как раз и готовит она готовит майдан для страны она вот хочет дескать либерально-фашистского реванша один из кандидатов от этой вот группировки как раз собчак и мы все левые патриотические и так далее так далее так далее силы должны объединиться чтобы предотвратить этот майдан не допустить право фашистский реванш в лице собчак или в любом другом лице ну вот 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 это меня расстроило никакого отношения к левым движением это все не имеет такое впечатление что левому движению хотят подарить кандидата чтобы она вот на него замкнулась и точно так же как сейчас либералам подарили ксюшу левые пошли вот за этим кандидатом опять же все из той же песни вот пусть будет цветет куча цветов они будут между собой закидывать друг друга камнями при том что мы помним да этот который якобы должен быть слева говорит что великий и могучий и замечательный человек но ему не дают нормально руководить страной а это на правом фланге значит говорит да я не буду критиковать владимир владимировича не в этом суть вообще нам главное показать что мы за другую жизнь а вот владимир владимирович персонально нас не интересует классно на этом фоне главный кандидат будет выглядеть вообще весь в белом они между собой тут закидывают друг друга камнями а он тихо собирает табуреточку в уголке и сразу видно кто болтает а кто занимается делом подытожим эту тему не будем дальше развивать а теперь наверное перейду к той теме которую давно хотел озвучить но подошла уже череда дальше откладывать некуда наша программа выходит накануне 7 ноября и почему собственно говоря я с красной ленточкой наши товарищи в интернете из группы красная заря обратились к другим единомышленникам и наши товарищи в интернете по ркрп и портфронту это дело поддержали а именно давайте встретим 7 ноября что называется проведя акцию как угодно уже много выступали люди название может быть как вам больше нравится красная ленточка бант ильича там настоящая ленточка или 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 но встретим 7 ноября 100-летнюю годовщину великой октябрьской социалистической революции с красной ленточкой на лацкане нашей у меня пиджака у вас на одежде давайте устроим небольшой флешмоб такие аватарки поставим своих социальных своих на своих страницах в социальных сетях пусть это будет массово поддержим но естественно не могу не призвать вас дорогие друзья в своем городе где вы находитесь выйти срочно на контакт ну я естественно не ратую за ркрп и ротфронт выйти на контакт с левыми силами ркрп если есть в вашем городе предпочтительнее с моей точки зрения выйти на контакт и узнать что же будет 6 или 7 ноября проводиться в честь столетия великой октябрьской социалистической революции такое событие будет теперь такой юбилей круглый будет теперь только через сто лет я думаю откладывать не стоит надо поучаствовать обязательно приходите сами подключайтесь распространяйте информацию приводите друзей и родственников знакомых давайте столетия встретим достойно с красной ленточкой всех призываю подключиться и встретить наш 100-летний юбилей достойно до встречи уже после того как мы будем подводить итоги этой акции которую я вот вам предлагаю поддержать как как проведем юбилей там мы подытожим уже в следующий раз до встреч на ленинградском интернете виде красное тв всего доброго удачи а